Первой с докладом выступила Наталья Байрамова, представитель Уполномоченного по правам человека в Московской области по Одинцовскому району и городскому округу Звенигород, которая отметила, что по итогам прошлого года показатель восстановления нарушенных прав, обратившихся за помощью людей, составил всего 13%. Прошлогодние ошибки уже учтены. Только за февраль о нарушении прав было подано 61 заявление и в 78% случаев удалось добиться справедливости. И не последнюю роль в улучшении показателей сыграло открытие офиса представителя областного омбудсмена на Бирюзово-15 в Одинцово. В ближайших планах создание телефона доверия и горячей линии, а также еженедельные выездные приемы в поселениях района. Почти половина вопросов, с которыми обращаются к Наталье Байрамовой, социальные и носят системный характер. В частности, это и недостаток детских дошкольников, учреждения, школы. Ну, вы все эти проблемы знаете. По Одинцовскому муниципальному району можно также назвать инцидент для мусороперерабатывающих предприятий, военные городки, которые сейчас подлежат передаче муниципального образования. Все эти вопросы, они мониторятся по полномочным по правам человека. И на мне лежит обязанность по представлению этой информации. В частности, сейчас готовится такой пакет документов. Озвучила Наталья Юрьевна еще одну проблему, объединяющую жителей всех поселений Одинцовского района. Отсутствие психиатрической больницы и лечебного учреждения с сестринским уходом. Это такие вот палаты, где люди лежачие. Хоспис можно назвать, я не знаю, как хотите, но они должны быть обязательно на территории Одинцовского района, потому что не все могут нанять сиделку, оплачивать, причем большие деньги, чтобы следить за такими людьми и за своими родственниками. Коснулись проблемы хосписа. Что бы мне хотелось от вас? Вы получаете жалобу, прорабатываете проблему, консолидируете всю информацию, прорабатываете с профильными ведомствами, в данном случае, допустим, Минздрав, с Русановой, привязываете это к некому четкому, понятному плану, как можно решить их, где брать деньги. И потом заявляетесь тогда на померку, и мы это с вами обсуждаем. Представитель уполномоченного по правам человека в Московской области Наталья Байрамова следила за соблюдением избирательных прав на праймерис в Барвихе. Этот опыт признан удачным. Андрей Иванов предложил использовать его и на предстоящих выборах в областную и государственную думы. Участков много, поэтому вы заранее готовьтесь и думайте, каких людей вы будете стажировать, инструктировать, а потом привлекать на эти участки под вашей эгидой, потому что их много, вам физически все не объявляет. Второй блок вопросов повестки дня совещания посвящен подготовке проекта генерального плана Одинцовского района. Через четыре недели его должен увидеть губернатор Московской области, но пока работа проектировщиков продвигается крайне медленно из-за отсутствия некоторых материалов. Андрей Иванов напомнил, в первую очередь, заместителям руководителя администрации о необходимости уложиться в указанные сроки и как можно скорее предоставить всю необходимую информацию. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова